Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы на некоторое время отвлекаемся от важных тем, которые связаны с городским округом Люберцы. Благодаря нашему гостю легко перемещаемся на очень интересный участок земли, который на карте обозначен у нас внизу. Называется этот участок земли Антарктида, потому что у нас в студии человек, который два раза уже побывал на этой земле. Его можно назвать смело гражданином Антарктиды. Это Евгений Евгеньевич Барханов, кинодраматург и режиссер. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич! У вас есть фильм, который уже есть в доступе. Как он называется у вас? Вот скажите, вот это название «Полюс относительно недоступности» – это действительно так? Я к чему веду? Вот если у меня есть мечта побывать в Антарктиде, что мне для этого нужно сделать? Или так, какими я должен владеть качествами? Предположим, здоров. Все. Все? Все. А остальное только желание. Но все-таки, знаете, эти истории всякие, похожие, кстати, на армейские тоже, или, например, на космические, когда космонавты отправляются, потому что их бывает один, бывает два, бывает шесть. Ведь если там зимуют десять человек... Психологическая совместимость. Да, разные характеры. Да. Поэтому в советское время подбор был серьезной психологической совместимости. Сейчас, в связи с тем, что все-таки зарплаты не очень большие, и нужны профессионалы. Профессионалы ценятся техники, прежде всего. Или научные сотрудники, которые... Вот только он и никто другой. Поэтому вот в таких вот моментах о психологической совместимости думает начальник станции. Он должен разводить, создавать условия. Но бывали моменты, когда хотелось откровенно... Конечно. В этом году я брал интервью у врача, который чудом спас нашего полярника после ножевого удара в сердце. Я же не знаю, как это прокомментировать. На самом деле, это вышло в общий доступ, и это никакой не секрет. Но, к сожалению, редкие, очень редкие, но эти случаи бывают. Ну, по ножовщина... Это вообще запредельно. А вот... Ну вот в этом году случилось такое. Вернемся к быту. Как все происходит? Вот расписание. Антарктида. Станция. Мы не будем трогать станцию Восток. Я понял, что это особая история, да, самая сложная. Ну, какой-то среднестатистический, если можно так выразиться, вариант. Вот как живет станция? По каким законам? Будний день. Когда солнце не скрывается за горизонтом, или, наоборот, не выходит, не поднимается из-за горизонта, то есть это полярная ночь или полярный день, то характер времени суток определяет повар. Потому что можно догадаться, какое-то время суток находишься по рациону, который ты потребляешь. А, завтрак, а вечер и ужин. Завтрак ты ужин, да. Ну, а расписание какое-то существует? Или люди живут более-менее демократически? Нет, 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 нет. Все, что касается наших станций, жесткое расписание приемов пищи, и, скажем, для научных сотрудников у них там свои работы, намеченные там, суточные или там, которые связаны со временем. Они должны его там соблюдать. Это, конечно, в графике быть постоянным. А дежурство какое-то есть? Кто занимается уборкой территории, следит за, я не знаю, наполняемостью там баков, помогает тому же повару в чем-то? Ну, значит, это все распределено. Это обязанности начальника станции распределить вот эти общественные нагрузки. Но есть такая должность любопытная, которая очень красиво звучит. И мне даже на этой должности предлагали остаться. Как называется? Эколог. Так, что это означает? Ну, если адаптировать это на наш язык... На земной. Да, это дворник. А, эколог, это дворник. Да. То есть расчистка дорожек, там же, наверное, как... Уничтожение мусора, там, сжигание или прессовка мусора для эвакуации уже на материк. А мусор эвакуируется, не оставляет или остается? Не, ну, к сожалению, за время советское много мусора осталось. Но вот сейчас вот Россия подписала договор. А, и по-честному вывозим, да? Да, по-честному вывозим. А как вот вообще происходит? Я так понимаю, что вы были на станциях, куда все-таки можно, да, каким-то образом сверху вертолетом добраться или как? С едой. Я имею в виду, как вот эти все... Еда, вода, поставки какие-то. Может, там у кого-то день рождения, может, подарки какие-то, я уж не знаю. Есть такие там традиции? Конечно, есть традиции. И коллективная лепка пельменей. Это все есть. Все есть. И это быт там... Вот, значит, в 16-м году 60 лет праздновали открытие станции мирной, то есть начало освоения вот такого советского. Вот. И вот как вот у нас с советского времени повелись какие-то некие традиции, вот, они до сих пор у нас сохраняются. Ну, в том числе как раз вот и лепка пельменей. А что это за традиция такая лепка пельменей? А вся зимовочная станция, то есть весь зимовочный состав занимается лепкой пельменей. Причем делается надолго вперед, соседят. Потом это сплачивает коллектив. Вообще общий труд он всегда сплачивает. И общая цель. Вот. И как вот, допустим, врач иногда даже рекомендует. То есть в связи с какими-то, может быть, психологическими напряженностями, особенно за половину зимовки, когда переходит. Там нарастают какие-то, может быть, недоговоренности или там. Вот сплочение коллектива. Кстати, коллектив мужской? Да, конечно. Женщины не допускаются по каким причинам? У нас было пять женщин, которые зимовали. Пять женщин. И, к сожалению, этот опыт зимовки привел к выводу руководства антарктической экспедиции прекратить это. Вот так вот. Без объяснения. Да. Там разные были случаи. Для каждого случая особая история рассказ. А вот, ну и потом, это конкретные женщины, и они... У них не так много. Да. И они узнаваемы могут быть. Поэтому я оберегусь рассказами о них. Но расскажу о реакции начальника станции на мой вопрос, который я ему задал, вот как вы мне сейчас. Он ответил так, Женя, у нас так. Или всем, или никому. Понятно. Вот как интересно. Хорошо, а тогда по-другому. Почему бы не создать версию исключительно женскую? Представляете, как сейчас феминистки, что могут устроить? Были такие моменты, но дело в том, что когда рассматривалось серьезно это предложение, это было в советское время, вот, но отказались. Как раз отказались и инициаторами отказа были люди, которые имели довольно большой опыт зимовочный. Дело в том, что снабжали тогда наши станции, вот скажем, мясо везли полутуши. Вы представляете, нужно разрубить, притащить, разрубить порционально. И кто это? Ну, женщина это... Или нужно подбирать такую женщину, которая могла играючи. А, то есть не стоял вопрос, что женский организм или мужской организм разное восприятие, или там тоже медицина присутствует какая-то? Я вам просто приведу пример. Считается, что очень часто можно увидеть, зимой на заправках, женщины у нас работают. Вы не обращали внимания? Ну, наверное. Кто-то говорит, что якобы женский организм лучше переживает холод, чем мужской, в силу физиологического своего состояния. Ну, вот здесь я не могу... Не подтвердить? Да, поскольку я не ученый человек, тут нужно обратиться к биологам, физиологам. Хорошо. Тогда давайте вернемся в Антарктиду. Скажите, пожалуйста, вот вы были в двух экспедициях. Значит, как мы выяснили с вами, что это очень похоже, хочется туда больше никогда не возвращаться, но как только позвали, сразу туда крылья вырастают и хочется лететь. На сегодняшний день, что для вас Антарктида? Что... Как вот вы ее представляете? Это история какого-то интересного проекта. Это просто какое-то путешествие, и вы внутри себя, и перед своими пятью детьми, которые есть у Евгения Евгеньевича, можете вот так вот вечером сесть, опять же, сесть семьей налепить пельмени, да, и, например, рассказать, вот был такой случай, знаете, так это интересно. Либо это какая-то серьезная, сложная работа, которая, ну, не каждому, как говорится, под силу, либо это вообще что-то другое. Наверное, что-то другое, и трудно объяснить, но я действительно не думал, что меня туда потянет. И есть такой интересный термин, не мной придуманный, а это говорили люди, которые зимовали и на северном полушарии, и на южном полушарии. Вот. Север – это мать, а Антарктида – мачеха. Вот. Есть, скажем, вот станция мирная, и вот я на себе испытал некоторое необъяснимое чувство обеспокоенности. Причем не можешь отдать отчет, почему это происходит с тобой. Вот. То ли из-за вибраций. Дело в том, что станция построена была, значит, в 60-х годах, она необтекаемая, вот, и штормовой переход, который сварен между модулями, он из арматуры, и когда дует, а там ветра, и с 365 дней, 300 дней в году ветер, причем довольно сильный ветер. Там зафиксированы какие-то немыслимые порывы ветра. Там до 70 метров в секунду. Грубо говоря, самый серьезный ураган, который у нас здесь был, в Москве, до 35. Вы представьте себе, что такое сильнее ветер. Это не то, что на четвереньках, ты даже на четвереньках не сможешь устоять, тебя сметет. Вот. Поэтому вот вибрации, которые в момент шторма-3, то есть это команда, когда зашлюзовываются, модули, и запрещено выход. А штормовой переход, вот он так вот заварен, чтобы никуда там, он гудит. И вот я бы был, значит, при порывах до 50 метров, вот. Кажется, что взлетит сейчас. Вот эта вибрация, она воет, воет, как у Пушкина, но тут уже внутри так это, если это долго, что-то такое. И нужно быть очень психологически устойчивым человеком, чтобы это все переживать. А вот потому что... А как переживать? Как? Книги, что ли, читать? Не знаю. Вы понимаете, неожиданно сонливость, в какой-то момент сонливость и лень. То есть такой эффект медведя, что ли, ночной спячки? Что-то невероятное. Вот я за собой заметил. Зимний спячка, да? Да, 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 да. Я за собой заметил, что я не принадлежу к числу людей, которые... Я так холерик, я подвижный, но мне вот в какой-то момент мне уже неохота там. Там интересный момент еще есть, я озвучиваю, любопытно, наверное, будет услышать о том, что не выход к приему пищи, там, на завтрак, обед и ужин, это не выход на работу. Это считается приравненно. То есть, грубо говоря, по головам считают, это обязано, потому что люди могут замкнуться. То есть, если ты не употребляешь пищу, с тобой что-то происходит уже не то. Да, да. Врач? Врачи два, на каждой станции по два врача. Ну, вот это... Чтобы консилиум был. Да, это известный случай, когда один врач остался, хирург, на Новолазаревске, это в первые годы освоения Антарктиды, ну, то есть, нашего такого масштабного освоения, аппендицит сам себе удалял. Это будет правда? Да. То есть, он сам себе резал. Врач-хирург сам себе пломбирует зубы через два зеркала, у этих руки трясутся, он на них еще поругивается, что самому себе запломбировать зубы, запломбировать. Вот таких вот моментов и историй, вот если вы говорите о рассказах детям, я могу рассказывать, в том числе и у вас слишком много. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, потому что я хочу еще поговорить об опасностях и о каких-то, может быть, неестественных явлениях. Мы поговорим, но через некоторое время у нас в студии Евгений Евгеньевич Барханов, и мы говорим об Антарктиде. Это программа «Открытый диалог». У нас в студии кинодраматург, режиссер Евгений Евгеньевич Барханов, который два раза побывал в Антарктиде, и, судя по всему, он не прочее еще раз туда отправиться, если вдруг будет такая, как говорят, указия. Но, как я и обещал, давайте мы поговорим об опасностях. Что, чем опасна Антарктида для человека? Все-таки я имею в виду и явления физиологические, и просто, скажем так, неморальную составляющую часть. А что человек может сделать не так? И были ли какие-то случаи таинственные, когда, может, человек исчезал, или что-то с ним происходило? С исчезновением полярников довольно обыденное. Так, это как это понять довольно обыденное? Ну, дело в том, что... Шо-шо-шо-исчез? Нет, дело в том, что... Ну, скажем, вот из тех случаев, которые я записывал и брал интервью у полярников, причем это реальные. Дело в том, что жертвы довольно часто случаются. И вот и в последнюю экспедицию жертвы были, и в первую мою экспедицию были жертвы. А как, что значит жертвы? Как это происходит? Что? Ну, вот про исчезновение. Дело в том, что... Ну, я сейчас вам пишу ситуацию. Идет смена зимовочного состава. Как раз в самый опасный период. В чем опасность? Ну, там ритуальная передача ключа от станции. То есть начальник со своей зимовочной компанией уезжает, переходит на судно, и здесь остаются вот те люди, которые принимают станцию. Вот этот момент передачи ключа, он зачастую иногда сопутствует возлиянием. В один из таких моментов возникает штормовая ситуация. То есть они зашлюзовываются, люди. И вот трем, по-моему, полярникам, уже отзимовавшим, очень захотелось перекурить. Вот, они вышли, все-таки вышли, отшлюзовались, вышли на улицу, и их больше никто не видел. Через несколько месяцев одного нашли. Ветер? Буквально в метре от, когда разгребали снег, там его цепанули, он лежал. Буквально были случаи, что в метре замерзали. А что с этими людьми потом делают? Отправляют на родину или как? Нет, у каждой станции свое кладбище. Кладбище? Да. И сколько же там похоронен? Ну, остров Буромского, это вот рядом с станцией Мирной, там порядка, по-моему, 64 могилы. 64 могилы, то люди там навечно остались. А почему там... А поскольку он обдуваемый ветрами, и там, значит, скальный выход, и там пингвины, представляете, пингвины, облеплены все могилы пингвинами, а могилы не закапывают, а варят такие саркофаги, и приковывают цепями, чтобы не урвало, не вырвало там ветрами. И вот они, значит, прикованы цепями очень кинематографично. Это очень. И вот они, значит, вот там стоят. Это тех хоронят, которые тела найдены. Сколько уж не найдены еще? Ну, вот не найденным табличка. А бывали такие случаи, что человек приезжает и уезжает? Да. А что это означает? Бывают такие случаи, когда... Готовили, готовили. Готовили, готовили. Поэтому, кстати, перворазников, так называемых, люди, которые зимуют перворазник... Перворазник? Да, да. Интересно. Да. И, значит, их не должно превышать, ну, так стараются комплектовать зимовочный состав, не должно превышать 20%. И средний возраст, полярник и средний, 55 лет. 55 лет? Да. То есть, минимум, самый молодой... Вот сейчас поехал врач мой, очень хороший знакомый, ему 70. А самый молодой? Молодые там могут быть и самые-самые. Но дело в том, что когда комплектуют к старикам молодежь, особенно из 90-х годов, рожденная, вот как раз происходит то самое психологическое неприятие. Совсем другое поколение, да? Все. А известие как оттуда приходит? Как вы узнаете? Вы же наверняка в теме. В советское время это выход в эфир, родственников приглашали на радио, там, в Ленинград. И вот они разговаривали, иногда даже в записи, потому что боялись, скажем, и фильтрация, да, да, фильтрация цензурная, да, для того, чтобы какие-то плохие новости не просочились. Ну, и любая другая информация, потому что дело-то... Да. А сейчас... Интернет есть. Слабенький-слабенький, слабенький-слабенький. Там, в Антарктиде, есть интернет. Да. Ну, спутниковая связь, да, да. Потому что... Да, да. Как видео там не просочится, а фотографии такие в плохом разрешении можно как-нибудь подпихнуть. Вот. Ну, на каждой станции там где-то лучше, где-то хуже. Там тоже... А вот скажите, я возвращаюсь все-таки к тематике. Помните, нам сейчас рассказывают, что земля там, что-то земная ось двигается, что часы там все время подправляют, что какие-то происходят процессы. Вот вы говорите, вы там были, у вас были, ну, такие ощущения не самые лучшие, да, когда вот... Были. Тревожность какая-то. Вот там наша глобальная земная проблема. В Антарктиде? Или где-то в другом месте? Я думаю, что таких мест, наверное, на земле много. Я думаю, что и в Антарктиде даже вот по нашим станциям я вот на побережных, на всех был, даже на материковой, на Новолазаревской был. Вот. Я вам скажу, что на каждой станции свои ощущения. Вот мне, мне лично там нравится, а вот тут я просто категорически не могу находиться. И, возвращаясь к предыдущему, вопросы, были случаи, когда человек на эту станцию шел, он два-три дня там. Хотя никаких намеков на то, что человек не готов. Даже вот полтора месяца он отбороздил от Петербурга, пройдя качки, все-все-все, пролив Дрейка, там, может быть, пройдя. Вот. Они пришли, и он отказывается, просто, не, не хочу, все, ребят, я что хотите, обратно. Были там. А что это, страх или это какое-то психологическое? А, это что-то, это тоска. Да. Вот. А вот, 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 причем это может возникнуть, вот как вот, я спрошу там, ну, как вот, служивший в воздушно-десантных войсках, я скажу, что, вот у меня у каждого свой переломный прыжок. У меня тоже был перелом, когда я вдруг... Сейчас он погонит. Да, да, я не хочу, я переломный. Вот он прыгнул, как-то все переборолось, и все пошло. То же самое, что-то и здесь есть. Вы понимаете, когда пароход дает три гудка и уходит от станции, и в следующий раз он придет только через год, и отсюда никуда. И вот с этими вот лицами, а ты понимаешь, может быть, с этими лицами тебе не очень комфортно, и ты понимаешь, что ты, круг обязанностей, который на тебя возложен, вдруг ты понимаешь, и объем, и скажем, и тебе это неприятно, то люди, да, дают телеграф на обратную. Райно понимаю, что, возможно, даже были попытки, когда человек просто думал, что как-то все-таки уйдет. Тоска? Нет, вот просто корабля нет, а ему уже нет силы, он идет на другую, стоишь, не знаю, как. А вот есть станции, от которых в таких случаях, если назревает конфликт, не могу, да, конфликт, или вот так вот, что ты не можешь уже здесь находиться, эвакуация. То есть это за счет, там, за вычетом из зарплаты, там, ну, а если уж совсем, там, я не знаю, за счет института, то есть это, институт может попасть вот на таких непредвиденных ситуациях на большой день. об институте, об исследованиях, о научной необходимости. Вот сегодня мы выйдем с вами, да, в городском округе Люберцы, спросим про Антарктиду, ну, может кто-то про пингвинов, или как я, не знаю, скажешь, там белые медведи бродят, но там пару русских человек есть. Исследования действительно проводятся, они серьезные, деньги туда хоть какие-то кто-то вкладывает? Да, вкладываются и финансируются, но не в достаточном объеме, потому что, скажем, если сравнить, по аналогии провести лучший расцвет советского нашего присутствия в Антарктиде, то мы не на порядок, а на порядке менее финансируемые, и меньше народу зимует. А у них как? У наших партнеров, как сейчас принято говорить? У китайцев все хорошо. У китайцев много, и они отстраиваются, обустраиваются. И у нас наворочены, наверное, эти станции. Да, у них все очень, очень, да. Хотя, не все можно предвидеть, они к нам за помощью бегают тоже, потому что у нас механики, но это отдельная история, это отдельная, может, передача. Да, китайцы 800 метров, станция Прогресс, и вот 800 метров станция китайская, они друг к другу ходят. В общем, там, то есть, если ветер нет, то это 800 метров, а если ветер, то это все 8 километров. Когда ветер, там, да, там, никто никуда не ходит. Ну, в общем, правильно я понимаю, возвращаясь опять же к разговору, все-таки Антарктида, это то место, которое, с одной стороны, еще не исследовано, с другой стороны, есть предположение, что многое, чего там можно еще потом накопать, для какого-то будущего, сверхчеловека, когда мы сможем там спокойно существовать, да, и поэтому все немножечко на, как это, как во время старта, да, присели и... Да, потому что договор международный, который подписан между всеми участниками, значит, освоения Антарктиды, он так или иначе закончится, и в какой мере, как он будет пересмотрен, никто не знает. Дело в том, что все-таки подо льдами и в Антарктиде и не только подо льдами, и в прибрежном районах, да и под водой, ну, все-таки таблицы Менделеева, вот. Копни, как говорится, и все. Да, там, там все есть, там резерв, ну, стратегический, буквально планетный. Я вот сейчас подумал, что может быть нам всем придется, еще будем покупать места, чтобы туда поехать, потому что там жизнь будет, а везде все. Не, ну, если там изменится, как-то, ось земли, как в песне поется. да, да, ну, а пока нет, пока это не рентабельно, и пока действие этого международного соглашения не дает возможности заниматься по полной программе и добычей, и исследовательской деятельностью. вы знаете, что геолог, когда он там тоже под пристальным вниманием, то есть это тоже деятельность. Ну, когда-то ж кто-то первый-то копнет по-настоящему, не обращая внимания на других. Но это уже история будущего. Самый последний вопрос, краткий ответ, для того, чтобы красиво закончить программу, хотя она и так красивая, на мой взгляд, прям айсберги плывут перед нашими глазами. Вас Антарктида поменяла? Или наоборот, скажем, что она с вами сделала? Я думаю так, знаете, вот это вечный вопрос философов. Характер меняется в процессе жизни или нет? Или он дан? Да. Я думаю, что характер не меняется на протяжении всей жизни, но условия вокруг этого характера меняются. И по-разному характер реагирует на условия. Так вот, я теперь знаю, что мой характер действительно не поменялся, но по-своему отреагировал на Антарктиду. И вот эти вот, вот это вот состояние, вот сейчас, опять прошло какое-то время, второй раз мне понравился больше, там у нас проход застрял, там ситуация была такая, что я должен был на два месяца, а получалось, что на год там могу остаться. В общем, там ситуации были страшные, интересные в том числе. Я вдруг понял, что вот это вот, это не адреналина зависимости, это не это, но мне нравится, как я реагирую на эти обстоятельства. Да, потому что я вдруг почувствовал в себе, вот как в Афганистане в том числе, вот какую-то ниточку спокойствия, рассудительность или безрассудство, там где ты от себя не ожидаешь этого. И вот эта вот свобода проявиться своему характеру, вот я там почувствовал. Мне кажется, что это называется жизнь. Да. Настоящая. Вот. Вот хорошая концовка. Евгений Евгеньевич Барханов, кинодраматург, режиссер, который два раза побывал от арктической экспедиции. И еще раз говорю, что чувствуется мне, что, наверное, и третий еще получится. Если, если. А почему нет? Боюсь напроситься. Спасибо большое. С вами был Николай Пивненко. Программа «Открытый диалог». Субтитры подогнал «Симон»